всем привет я адонис мы продолжаем гонять project cars и сегодня у нас просто сногсшибательная машина бмв м1 я про эту машину раньше мало знал так слышал они что-то легендарная машина в истории немецкого автопрома куда я на ней прокатился я обалдел всегда катая на старых машинах 81 год все-таки старые ну понимаешь что там они медленно в повороты входит мягкая подвеска относительно современных даешь себя отчет что это древняя машина когда я сел на эту это просто что-то невероятное как она входит в повороты как она ускоряется как она разгоняется все как она ведет это современный болит реально единственно что коробка конечно чувствуется медленно там переключается все пять передач в этом чувствуется что машина старая а так она просто великолепно вес довольно небольшой тонна 100 мощность сумасшедшая ну это мощь тут обуздана то есть машины не срывается она великолепно управляется то что баланс веса вперед немножко смещен но это все равно на классно себя ведет на делориан как я в прошлый раз отмечал похоже соревнования называется historic GT4 то есть историческая GT4 то есть тут класс GT4 всего лишь такая машина это интересно начнем сегодня прямо с тренировки трасса тоже конечно же легендарнейшая circuit de spa francoschamps известнейшая трасса одна из самых длинных формуле-1 в сезоне формула-1 тут куча разных поворотов в основном это скоростные повороты очень много прямых это так сказать моторная трасса по тюнингу по давлению в покрышках я ничего не менял получается за них покрышки давление больше на машину не срывает давление тормозной системе чуть увеличил тормозной баланс по моему назад немножко сместил было сильнее вперед воздухозаборник чуть закрыл все равно все в порядке прижимная сила я экспериментировал в принципе тут и в поворотах вроде бы надо прижимная сила напрямых теряем получается на семерочку где-то лучше всего но это чисто моё предпочтение тут можно еще пробовать экспериментировать просто много времени с блокировкой тоже интересно машина меняет себя убрал я блокировку на торможение сделал меньше машина стала более нервный что ли ну не то что нервный склонный за носу но мы можно на большей скорости проходить повороты получилось круг быстрее пройти радиатор я чуть под закрыл еще чтоб скорость быстрее было так ну все в принципе и топливо конечно жестко 50 литров тут очень длинные круги так а черкали тормозов неправильно стоит а нет а наверно сбилась наверно сбилась чуть отменял а да вот это заборным действительно да да сбился матья сейчас на нас был так тормозный баланс давление короче где-то вот так джимная сила семерочка да 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 это я сейчас именно косякнул радиатор 25 поставим блокировка на торможение уменьшим может не настолько все таки перебор вот так вот это так топливо баланс тормозов значит 60 все таки мы стоял ну так поставим все поехали ну и крутейшая машина но требует жуткой концентрации ну тут трасса еще такая быстрая очень требует тоже концентрации машина и трасса не знаю как я буду одновременно комментировать поэтому я сначала выбрал тренировку буду ехать в ней не очень быстро такое у меня единение с этой машиной и не в одной игре не с одной машиной такое удовольствие не получал просто супер легендарнейший поворот как там эо де ле гусь поворот красной воды или что-то типа того связка точнее на поворотах это первый называется де ле гусь второй это по-другому ну все стали уже назвать это де ле гусь даже на холодных блин надо тормозить на холодных покрышках она уже себе довольно хорошо ведет и когда сразу ехал такой кайф получил думаю ну сейчас будут результаты у меня рекордные а нифига боты тоже очень хорошо едут и эти повороты без проблем проходят иногда переключаемся передача уже надо обратно пять всего передач у машины восьмидесятых годах еще шестиступенчатых наверное не было как она тут сжимается я прямо чувствую на большой скорости начинает работать антикрылья прямо ее вдавливает и это реально чувствуется то есть аэродинамика начинает действовать как правило на высоких скоростях наверно свыше 120 или 150 на низких скоростях тут важно так сказать физическое сцепление в первую очередь колес а на высоких тут уже аэродинамика действует и вид конечно этой машины я не особо фанат таких квадратных машин с восьмидесятых но это мне очень нравится так дружок ты очень медленно едешь пришлось его отфутболить и отлавливается машина невероятно на сумасшедших скоростях она так не дотормозил я так на том же деле уже отлавливал ее летела чуть ли не боком там скорость бешеная была в районе 180 где-то точно сейчас не скажу ну отловил просто невероятно до того машина классно все таки бмв хороши не крути по крайней мере в этой игре бмв очень классно можно еще быстрее проходить тут еще понять бы где насколько можно срезать в этом повороте а вот дальше максималочки не хватает скорости все мы упремся сейчас шестой передачи нету два надо чуть позже тормозить тормоза тоже великолепные тут индикатор торможения вот эта вот линия показывает даже слишком рано мне тормозить я тут за красной зоной торможу и нормально боты еще позднее вот так вот торможил концентрации требует вообще концентрации требует вообще бешеная прижимная сила тут начало на третью интересное такое место потом на вторую постепенно сбавляем в повороте скорость очень классно на себя чувствует в этих скоростных поворотах такое ощущение как будто для этой трассы машина и была создана все таки все таки в Испании в Каталонии там повороты более медленные опять перетормозил покрышки уже прогреты тормозит она прекрасно вот иногда я на этих поворотах терял время шел просто на рекордные результаты пережал первое место бота практически на секунду и вот в этом повороте потерял в итоге только третий результат показал сейчас будет далеко от первого что первый результат показывать надо так идеально идти вот тут я перетормозил так надо пролетать срезая все углы фуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу и быстрее, я так думаю, самая. Хотя максималка маленькая у нее. В плане управляемости кайфа больше всего я на ней именно получил. Это медленно. Вот как она тут вдавливается. Ну, чуть-чуть быстровато я начал. Так, третья. Может сразу вторую врубать? Ну, отлов в заносе тут вообще не проблема. Ну, нельзя злобу отреблять этим. Так, мы теряем время. Сейчас нам никто не мешает. Пройдем этот поворот очень быстро. Первую его часть. Сейчас вообще на полном газу идем. Вообще без отпускания. А тут чуть-чуть по тормозу бьем и все. И дальше опять полный газ. Все равно перетормозил. Вот немножко я ошибаюсь тут. Смотри-ка, проигрываем-ка. Ну, блин, опять медленно. А, я на первую не сбыл. Блин, ну как же так? На первую что-то я не переключился. Так, ну ладно. Поехали сейчас на квалификацию. Это была тренировка. Сейчас посмотрим, в этот раз мы быстрее или медленнее проехали. Наверное, медленнее. Ладно, поехали. Ну, я эту машину вообще ни разу не терял, чтобы меня там разворачивало, выносило. Бывало, какие-то ошибки допускал, ее начинал нести, но каждый раз ее отлавливал. То есть время, конечно, терял, но с машиной ничего не происходило. Просто волшебная супермашина. Очень классная. Вот эта BMW 1 навсегда в моем сердце. Класснейшая. Так, какое у нас время получилось? 26,4. Вот в этот раз Морис Эш показал вообще 25,2. Не помню, какое я показывал. Ну, наверное, 26,2 примерно в районе того. А, не-не, это, да. Шипец, значит, у меня было чуть... Ну, районе 26, я так думаю, было раз. Где-то шестой тоже был. Так, все, питбоксы. Интересно, с этим временем какое у нас место будет? Четвертое? Ну, это неожиданно хорошо. Если не ошибаюсь, на этом же у нас в круге была ошибка. То есть, не ошибка нам помешал в конце другой пилот. То есть, по-любому там полсекунды мы их потеряли. Можно рассчитывать на второе место. Вот здесь противоположная ситуация, получается, с той BMW предыдущей, как она, 2002. То есть, там я примерно знал, как надо пройти, чтобы первое место занять. Если я соберу все свои лучшие повороты там, то я первое место займу в квалификации. А тут ситуация другая. Тут я примерно каждый раз прохожу лучшие свои повороты. Но этого недостаточно. То есть, надо на пределе идти того, что я могу вообще. До того хорошая машина. Супер. Так, ну что, перейдем к квалификации. Ну, кайф, конечно, от прохождения поворотов на этой сумасшедшей скорости, когда тебя вжимает прямо в трассу. Классно работает аэродинамика. Я думаю, может быть, чуть-чуть ослабить прижимную силу. Тогда мы на прямых быстрее будем. Хрен его знает. Ладно, уже так я привык. Так, где-то у нас топливо. Еще можно было с блокировкой на разгон поиграться, но это потом. Сейчас уже нет. Так, 50 литров это намного. Вот так, 17 литров. Поехали. Мы уже минуту тут стоим. Погодка классная. Да, на таких машинах не хотелось бы в дождь ехать. У нас еще не привыкли к ней. Да, кстати, не сказал. Трасса находится между Бельгией и Голландией. Две деревни. Вроде как деревни Спай, Франкершампс. Одна бельгийская, другая голландская. Ну, это древнейшая трасса. Не скажу с каких годов, но очень давно. Формула-1 здесь участвует. Очень много тут людей разбивалось конкретно в этом предыдущем повороте. Эо-де-Ля-Руч. Как там? Эо-де-Ля-Руч, по-моему. Полностью название. Не помню. Да, блин. Вот первый раз меня развернуло. Задумался о названии. Да, требует очень сильной концентрации все-таки машины. Это серьезный такой спортивный болид. А уже в этот раз тут на четвертую. Как быстро она тут проходит. Какая прижимная сила. Обалдеть. Не, все-таки сразу на вторую тут не получится. Да, блин. Что-то ошибаться стал. Там еще холодные покрышки. Тем не менее. Но это я дифференциал отпустил на торможение. Это еще сказывается, что она немножко нервная стала. Но зато поворачиваемость улучшилась. Но можно немножко поджать. Это уже излишне получается. Третья, вторая, первая. Перетормозил. В этом месте я из-за этого стал. Если перегазовать, то закрутить может. А когда дифференциал на торможении был поджат, тут она очень стабильно велась. На гонку подожмем. Подожмем и это самое антикрыло усилим максимально. Угол атаки увеличен. Хотя, на гонке, наоборот, на прямых. Важно быстрым быть. Да, спорный вопрос. Ладно, оставим. Есть. Так, сейчас надо попробовать хороший результат поставить. Ну, как обычно, в пятерку попасть у нас цель. Хорошее торможение. Ну, неплохо. Мне кажется, тут я медленновато прохожу. Уже четвертая передача успела до предела дойти. Отсечка сработала. Так, третья. Вторая. Хорошо. Это реальный кайф, вот честно. Просто обалденный. Сейчас я ошибся. Блин, слишком быстро оказалось. В итоге на выходе чуть потерял. Ну, что ж ты будешь делать? Скорее всего, не по скорости, а по траектории я ошибся. Обидно. Так. Тут даже не торможение, а такой толчок. Удар по тормозам. Неужели тут перетер возил? С ума сойти, как она оттормаживается классно. Ну, нормально прошел в этот раз. Хотя можно и лучше. Боюсь раньше времени газовать. С дифференциалом таким. Отпущенным. Когда зажат был, я газ там только так давал. Второе место. Отлично. Пропустили. Хотя я срезал. Но тут разрешают немножко срезать. И смотри, идем примерно так же, как и там. Я думал, быстрее будет. Твердый, третий, второй. Хорош. Блин, чуть-чуть. Чуть-чуть поворачиваемости не хватило. Поразительно. В тот раз быстрее было. Уже полсекунды проигрываю. Шанс в конце отыграть. А, ну здесь я ошибся. Тут надо сильнее на поребрик заезжать. Тогда можно с полным газом проходить. Вообще. Почти без торможения. Да, блин, еще позже надо тормозить. Что ж такое? Ох, я широко заехал в этот раз. Медленно получилось. Сразу ошибся с торможением. Уже пытался выкрутиться. Ах, долбанул по газу сразу машина. Нет, быстрее не вышло. Ну ладно, второе место. И сразу хороший результат показал. Не будем. Это тут уже... Не сильно я смогу улучшить. Ну, практически без особых косяков каждый раз прохожу. Где-то немножко. Но кайф. Просто реальный кайф. Ехать на этой машине по этой трассе. Она настолько уверенно ведет себя. Это просто супер. Я тут специально раскачал ее. Надо посмотреть, что будет. Ладно, все в боксы. Результат прекрасный, кстати, получился. 25,6. 389 тысячных мы все проиграли. Это немного. Учитывая старт. А тут немцы. Стефан Бергман, Микоэль. Шхадер. А, не итальяшка первая. Александра де Королес. Что, перейдем? А, закончим сессию. Второе место. Кстати, первое место с первого круга поставил. Ну да, тут длинные круги. Много не успеешь проехать. Так. А разница последней... 2,29. 4 секунды. Порядочно. Перейти к гонке. Ни одна машина меня так не вдохновляла. Это вообще просто какой-то кайф. Всем рекомендую эту BMW M1. Попробовать на ней проехать. Это что-то. Может, это только на этой трассе такое. Но мне эта машина очень понравилась. Я прям влюбился в нее. Так, что с тюнингом сделать? Надо посмотреть. Давление тормозной системы. Да, в принципе, все и так круто. Двигатель не перегревается. А, это... Наверное, вот это забор не двигает тормозов. Да. Прижимная сила. Не будем ничего менять, потому что уже привыкли к этому. К этим настройкам. Клиренс низкий очень. Ниже не будем делать. Но угол атаки небольшой. То есть разница между передним и задним клиренсом. Вот по этим я вообще не разбираюсь. По отбойникам. Надо будет информацию почитать. Блокировка. Вот. 28. Чуть-чуть подожмем. Машина становится спокойней. По идее, угол меньше поворота становится. С блокировкой на разгон можно было тоже поиграться. Не будем. Так. Сколько у нас? Три круга там, по-моему, да? Да, три. Что такое? Вот. Не будем рисковать. Хотя обычно с запасом топлива не будем рисковать. Все, поехали. Красавица. Еще цвет классный, серебристый. Боже, как они стартуют. Повело немножко машинку. Посмотри. Ааа, можно было на полном газу. Я чуть-чуть в одном месте. Еле-еле отпустил газ. Хотя, может, он все равно полный считался. Обалдеть. Со старта практически на полном газу Дэ Руш прошли. Два. Перетормозил. Вот я поджал дифференциал. Совсем по-другому машина себя ведет. А вот тут, наверное, мы проиграем из-за этого. Не знаю. По-моему, лучше стало. Зря я отпускал дифференциал задний. То есть на торможение. Лучше машина стала. Это была ошибка. Сейчас лучше машина ведет себя. Сейчас это просто что-то. Это просто сказка какая-то. Невероятная. Да, кайф. Не идеально, конечно, получилось. Блин. Начем времени. Еще такая фишка, что обороты, диапазон поворотов для переключения очень маленький. Чуть-чуть задеваешься, уже отсечка работает. Обороты большие очень. Я думаю, это атмосферник. Тогда еще, мне кажется, кратнуло немножко. Ну и я сам накосячил. По-моему, было небольшое кратчение. Одна передача у меня не переключилась. А вот в этих поворотах увереннее с газом стало. То есть я могу спокойнее пол нажать без заноса. Но машина не так сильно закручивается. Пожалуй, с ослабленным дифференциалом лучше было. Просто сумасшедшее место. Это вообще с ума сойти. Как? Какие ощущения в этом повороте? Представляешь, что там творится в реальной жизни? Там сердце просто выпрыгивает. Перепады высот эти на сумасшедшей скорости. Да, считается одним из лучших поворотов во всем мире. Боже мой, я как будто на троллейбусе еду. Как же она там поворачивается. Так, последний раз я тут переборщил. Со скоростью. Немножко сошел с траектории, но ничего, мне кажется, нормально получилось. 4, 3, 2. Так, слишком не газуем здесь. Ага, хорошо получилось. Не, офигенно. Просто офигенно. А вот это было опасно. Ну, вот опять же. Опасно, но отловилась машина просто идеально. Как же круто. Вот эти две затяжные повороты на большой скорости. Это просто офигенно. Не знаю, мне кажется, все равно я на вот этих вот шпильках время теряю. Отсечку уперлись. Так, последний круг. Три с половиной секунды примерно выигрываем. Темп у нас хороший. Что это был за звук? Срез трассы, время круга недействительно. Я просто побоялся, что покрышка пробилась. Поэтому немножко отвлекся. Ну, в гонке можно срезать один раз. Так, к нам подобрались тем временем. Ну, покрышка вроде нормальная. Звук был такой, как будто лопнуло. Если бы это случилось, было очень хреново. Можно и быстрее, причем значительно. Так, ну топлива нам хватит. Индикатор светился. У нас последний круг идет. Все должно быть в порядке. Так, что-то я расслабился. Узенько, но хорошо. Ах, офигенские рулицы. Вот она все делает, что ее просишь. Даже то, чего не ожидаешь обычно. Какая-то волшебная машина. Пинак. Не спеши. Все равно немножко понеснуть с газом переборщил. Все, финиш. Ах, обалденская машина. И классная трасса. Наверное, я не всегда запомню эту BMW M1. Всегда в моем сердце. Супер машина. M1 Procar. 81-й год. С ума сойти. Это я считал тот Mercedes, какой он там, 91-го, по-моему, года. Думал, что вот крутая машина, кузовная. Для кузовной машины. Офигенская штука. Там даже близко не стоит с этой BMW-шкой. Это BMW, она просто на голову выше. Я по скорости единственное не знаю, может, по скорости она медленная. Да, отсечка 250-260, довольно небольшая скорость. Но разгон, вроде бы, динамика солидная. И скорость прохождения поворотов обалденная. Как она проходит все повороты, любые. Затяжные скоростные повороты, средние, шпильки. Все на высшем уровне. Все просто на высшем уровне. Офигенски. Да. Первое место с большим опережением. Михаэль Шумахер практически второй. Михаэль Шрадер. Ну, еще будут гонки на этой машине. Чемпионат все-таки. Правда, не на этой трассе. Интересно, какие же трассы будут? Скорее всего, тоже скоростные такие. Итальянская Монце, я так думаю. Что еще приходит на ум? Ну, посмотрим. Да, и у нас лучшее время. Кстати, время лучшее. Почти такое же, как Александра Де Королис. На одну тысячную меньше. Наконец-таки, в этот раз, в тренировке время хуже, чем в квалификации. Кстати, слышал тут Project Cars 2, разработчики говорили, что во второй части будет учитываться накат поверхности. Трека. То есть, на тренировке там сцепление еще плохое будет, потому что трасса не накатанная. На квалификации получше. На гонке еще лучше сцепление. То есть, для тех, кто смотрит Формулу-1, те знают, что к этому начинается уикенд на тренировке. Там все говорят, ой, пока же скорости небольшие, не накатали трассу. Так что будет и тут такое же. Ну, не тут, а во второй части. Это круто. Классно. Ну, и сложности добавляет. То, что привыкаешь к одним скоростям, а меняется все. Это усложняет. Ну, это более симуляторно, так и более классно. Самая классная пока что гонка в этой игре, по крайней мере. По-моему, вообще из всех симуляторов, которые когда-либо играл, самая классная машина. Да. Надо будет сравнить с современными БМВ-шками по возможности. Поздравление, поздравление. Так, входящий, что там? Это мы читали, наверное. Так, добрый день. GT5. Turbo Pan Euro Cup. GT5 30320. Что за машина? Посмотрим. БМВ-1М Эйфель Вольт Спринт Клаб. Уважаемый Формуллович, мы хотели бы предложить вам принять... А, это как раз приглашение на эту гонку, что ли, было? Или на следующую? Ну, короче, посмотрим. Что у нас там дальше? Карт, наверное? А, нет. Дальше БМВ-это старое. Брэнс Хач. Хач. Тоже довольно известная трасса. В Британии. Ну, ладно. На этом серия заканчивается. Кто смотрел, спасибо. До встречи. До встречи.